всем привет эта группа вас барахолка и сегодня мы решили снять обзор шрусов гранат который мы используем у нас на и 100 для замены на переднеприводный вас и так закупили мы все что можно было купить то есть все фирмы практически за исключением некоторых которых не было в наличии но я думаю раз их нет наличие то они редко бывают то есть практически самые популярные наружные шрусы мы заказали эта фирма авторам хофер гкн белмак лада финвейл фенокс пм взак и пеленга мы называем ну правильно называете типа пилинг и пришел один такой вот бедолага фирмы паркс вообще без упаковки без все просто замотанный в пакет уже со смазкой внутри без всего без топоров ну в общем такой очепенец один ну начнем сейчас скрывать смотреть что можно ставить что ставить нельзя и попробуем как-то их классифицировать начнем мы с фирмы взак взак достаточно известная фирма и пользуется хорошей репутацией на коробках у них написано что это официальный поставщик элементов передней подвески на вас и посмотрим что у них будет в комплекте ну в комплекте как у всех у всех нормальных шрусов в комплекте должен быть пыльник смазка и конечно он должен быть в пакете я уже все эти пакеты большинство распаковал я смотрел до видео какие какие они в принципе бывают внутри и пакет классно когда герметично закрыт потому что склады где вещи все эти хранятся они очень сырые склады и попадает влага во внутрь и может ржаветь сам шрус что мы проверяем мы проверяем изначально сам саму гранату как она в принципе себя ведет смотрит я для этого заготовил такую штуку это привод привод уже здесь граната снята здесь этой части внутренняя граната то есть здесь наружнее и будем одевать на этот привод и смотреть как ведет себя шрус закусывать не закусывать люфтит не люфтит в общем целом как-то пытаться проверить что мы здесь имеем само исполнение нормальная так на ощупь никаких люфтов нет заусенцев резьба шлицы все в принципе в хорошем состоянии пыльник классного качества нравится мне и он видно что прочный пыльника хотя кажется дешевая часть системы все это но именно именно сама неисправность пыльника когда он рвется влечет за собой попадание грязи вовнутрь попадания воды и сам шрус выходит из строя порой из-за пыльника также в любом конкрет комплекте обязательно должна быть гайка с топора и хомуты это прямо обязательные вещи ну здесь это все присутствует смазка есть ну что одеваем проверяем люфт на шлицах в принципе на любой гранате на новый бушный будет то есть этот люфт на шлицах но вот такого люфта не должно быть практически как и здесь здесь вот только шлицевой люфт граната ходит очень туго ну понятно смазки нет без маски находит туговато но мне не очень нравится лишь как она ходит такими рывками как под закусываниями но я думаю что это связано с недостатком смазки но шрус в принципе классный можно его рекомендовать к установке по поводу смазки отдельно что хочу сказать смазка вообще не знаю как ее проверять честно говоря до конца это непонятно потому что что там внутри за смазка неизвестно многие мастера используют специализированные смазки типа м с 1000 или какие-то другие смазки но и мастер еще это самая знаменитая смазка и она там с 90 годов пользуется популярностью поэтому мы в принципе не рекомендуем использовать штатные смазки ну и это как ну как крайний случай если другого ничего нет а если у вас именно и стоит вы кому-то что-то ремонтируете ставить это конечно лучше покупать свою хорошую смазку так это мы кладем пока что сторону то что можно рекомендовать и ставить следующий шрус у нас это фирма авторам авторам малоизвестная фирма в принципе сегодня на рынке но очень много поставляют они шрусов большое количество наличия во всех магазинах есть но это конечно связано с ценой написано что decision germany ну раз decision germany то значит где-то сделано точно не в германии в комплекте как обычно хомуты стопорное кольцо гайка сразу скажу что гайки желтые вот такие мне не нравятся они у меня ассоциируются с дешевыми ключами гаечными которые так легко слизываются и ломаются то есть дешевый набор инструментов вот там они идут такого желтого цвета но это чисто мое такое субъективное мнение просто в целом не люблю такие гайки нравятся мне другие я думаю что они значительно слабее не знаю она принципе нагрузку нормально несет думаю должна быть более качественно смазка криворучкой маска шрус также сам пыльник пыльник эластичный классный достаточно толстый можно ставить шрус что мы здесь кстати видим сразу мы видим кольцо bs которая при желании можно сбить и можно не сбивать но это принципе удобно то есть когда сразу ты кольцо bs это значит что этот шрус можно использовать на машинах с абс а если у вас нет абс ничего страшного он вам мешать не будет просто можно его оставить но опять же эти желтый этот металл мне нравится мне что в целом можно сказать по нему шлицы нормального качества резьба резьба нормальная на выборка как-то видно что металл не очень что мы здесь видим а а здесь прям беда откровенная то есть изначально мы видим шрус люфтит люфтит и вообще прям конкретно что это значит этого люфта в принципе не должно быть но говорят можно забить смазку и так далее и уже будет все хорошо но мне это не нравится и я думаю что вам тоже не понравится кстати это будет видно сразу то есть я одеваю его на палку на привод и помимо шлицевого даже слышно стук вот он гуляет уже вот так что это будет это будет биение при трогании причем если я услышу так да он не будет хрустеть но при трогании он будет бить и я думаю что он быстро разобьется ну и слышно как он работает без маски понятно хотя какая-то смазка там внутри сено присутствует во всех то есть их может быть типа транспортировочные забывается чтобы ржавчина не покрылись ребят и не нравится не рекомендую я этот шрус и эту фирму так что мы кладем его тем что ставить не рекомендуется следующая фирма это фирма хорфера немецкое качество но немецкие качества скрывается собой конечно же китайское производство мы очень много используем запчастей этой фирмы и нам за это за этот ролик и фирма хорфер не естественно никакой рекламы не платят и естественно никто не платит вообще в целом за не какую-то рекламу потому что мы по сути кто никто мы в гаражах сидим и делаем кита обзор но находятся такие фирмы которые потом звонят и угрожают за обзор видео и говорят там что вы вообще там опозорили нашу фирму не буду конкретно называть кто-то делал угрожают судами и говорят что вы вообще как нас обозвали там какую-то фирму я назвал говно китайская если откровенно говорить то ну если так оно и есть зачем звонить лучше работать над качеством работайте над сервисом они так вы звоните угрожать это вообще не хорошо ну отвлекся немного в целом фирма хофер хофер фирма хорошего качества сомнительной репутации репутация сомнительная почему потому что очень много запчастей покупают именно этой фирмы она стоит дешевле всех и большой оборот поэтому встречается конечно же брак но если брак не встретился запчасть будет ходить у вас очень долго посмотрим что внутри нормальный хомут хорошего качества смазка я уже говорил гайка резьба хомуты и все это здесь присутствует с этим проблем нет сам шрус внутри в отличие предыдущего мы видим стоит мертвого вообще ни грамма люфта никакого не присутствуют и в целом видно исполнение хорошего качества никакого этого дешевого металла дешманского сейчас мы попробуем его на шлицах шлицевой люфт минимальный то есть ну чисто шлицевой ходит туго нормально в принципе я что скажу я эти шрусы хорошо знаю мы их поставили очень много больше всего что мне нравится фирме хофер хотя это китайская самая дешевая фирма это одна из немногих у которых реально очень простая гарантия вы поставили этот шрус сохранили коробку приехали через полгода у вас захрустил шрус вы отдали его продавцу продавец его отправил соответственно своему поставщику вам в течение одной недели привезу другой шрус и не буду даже смотреть что у вас тем случилось эта фирма с очень простой рекламации как говорят то есть очень простая система возвратов они не требуют допустим я вот буду рассказывать про белмак белмак хорошие шрусы допустим но вернуть его практически невозможно потому что с вас потребуют чек акт выполненных работ мастер сертификат кто его ставил сертифицирован это сервис не сертифицирован то есть грубо говоря если вы поставили в гараже гарантия не будет не по одному шрусу а фирма хофер и некоторые другие фирмы с упрощенной рекламацией вот хофер это один из них поэтому я его рекомендую и и все следующий шрус у нас это фирма финокс и финокс последнее время вообще делают классную продукцию очень хорошо отзывание считается что финокс это белорусская фирма написано что производитель это германия но уполномоченный представитель на нашей территории республика беларусь город минск и так далее ну считается что это белорусские запчасти среди мастеров а кто где делает не так для меня важно по комплекту также все хорошо есть хомуты про смазку уже говорил пыльник пыльник вообще классного качества прям толстенный мощный гайка гайка нормальная не из желтого металла такого прочного идет как по маслу классно в принципе все четко шлицы резьба в принципе финокс показывает классный уровень запчастей не только по шрусам но и по всяким помпам запчасти на иномарку стойки много другой это считается дешевая фирма в дешевом сегменте но с высоким качеством из того что мы сталкивались также забыл обратить внимание ваше вот если вы видите черные такие точки и внутри как корона такая есть это места загал закалки металла твч ток высокой частоты закаляет металл на заводе специальный станок естественно на каждом заводе свой станок где-то лучше где-то хуже омывается водой с этой стороны чтобы не перегреть сильно с этой стороны закаляется током и происходит так называемая закалка металла то есть металл в этих местах становится такой очень 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 прочный износостойкий но в то же время хрупкий поэтому если идет перегрев бывает такое мы встречаем что шрусы вообще он просто с этой стороны он просто перекален естественно то есть это уже не так хорошо поэтому на это тоже можно обращать внимание но вот сам пинокс визуально я бы назвал идеальным шрусом и вот так он ведет себя на приводе вообще минимум вообще вот практически не шевелится то есть это минимальная минимальный люфт который я в принципе встречал то есть он даже на шлицы садится очень 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 прочно никаких люфтов и ходит прям идеально вообще вот прям очень не нравится хотя мы очень редко ставим почему потому что они в принципе пусть его недорогая но среди других она дороже даже дороже по моему белмага и что-то не заходит она у нас плюс люди немножко пугаются этой фирмы хотя в целом не очень нравится так что рекомендую я отношу к тем что сам который можно ставить рекомендации он следующая фирма это фирма пеленга или как правильно называть пилинг изначально что хочу сказать об этой фирме она как недавно прям ворвалась может года два год назад ворвалась в рынок вазовских запчастей и на коробке написано сразу что-то китай мы познакомимся этой фирмой когда покупали ролики на 16 на 126 мотор пророчные у нас эти ролики заклинили причем оба и порвала ремень были большие последствия с этого времени она мне прям сильно не влюбилась и мы стараемся минимум покупать этой фирмы почему-то не зашла считается это одна из самых дешевых фирм то есть запчасти на нее многие самые дешевые у нее самые дешевые ролики которые заклинили у нее самые дешевые шаровые и что-то еще ну может брак может все у всех есть брак но не будем про это посмотрим что внутри так внутри запечатана гайка которая мне не нравится она мне прям бесит здесь даже какой-то чехольчик новый модный видимо чтобы шлицы не запортились хотя как их запортишь ну и здесь визуально тоже закалка едва виднеется ну это на самом деле хорошо когда так она не перекалена так что оставим это в покое единственно пока что претензии только под этим желтым я не люблю вот этот металл он очень желтого цвета слабенький здесь что у нас вроде все прочно в комплекте даже пыль это что такое пыльником хорошим назвать это прям тяжело во первых он дубовый пластмассовый что это значит это значит что на холоде он станет вообще прям дубовым и очень большая вероятность что есть где-то на севере в холодах вы будете у нас просто потрескается потрескается смазка отсюда выйдет выйдет смазка соответственно будут проблема и так далее то есть пыльничек прямом какой-то пупсичек они пыльничек не очень не нравится смазка хомуты на месте и так очень пределами стопорное кольцо оденем посмотрим что с ним люфт ну что и следовало ждать люк достаточно большой лицевой мы шлицевой тоже ходит ходит так себя понятно что нужно производить там технические всякие оценки на станках там как-то проверять ну мы же как бы как мастера все проверяем руками если рукам наши нравятся соответственно и мы их ставим ну скажем так прям супер явных дефектов я не увидел но конечно за исключением вот этого люфта который присутствует то есть свободный ход подшипников присутствует поэтому все же наверное отнесем его к тому что ставить нельзя да прям сильно люфтит следующая фирма это фирма белмак и белмак это фирма достаточно известна у нас не имеет ничего общего с беларусью многих вот белорусские запчасти ничего это не белорусские запчасти это вообще как бы официальный поставщик запчастей на вас очень многие примеры точно знаю про рулевые наконечники что он поставляет на вас не знаю кто точно поставляет на вас шрусы и пытался найти эту информацию и не нашел то есть лада имидж вот это сама именно лада фирма она не производит детали есть подозрение что-то белмак но сейчас посмотрим за мной сравним белмак фирма с хорошими отзывами но 50 на 50 в чем заключается их плюсы они долговечны и они достаточно надежны но если вам не попался брак а брак попадается достаточно часто и прям бывает вот из пяти шрусов один бракованный то есть ты его ставишь и он сразу же хрустит сразу же то есть и это это плохо то есть такого нет даже у хофера то есть хофер мы продаем 100 штук и 100 штук один-два брака белмак намного выше брак но ходит намного дольше если попал в общем вот такая неоднозначная штука что внутри ну никого не удивит смазка пыльничек пыльничек эластичный но не сильно толстый ну пойдет такой средничок у них кстати гайка который мне не нравится прям прям уже не удивили меня запечатаны посмотрим скроем гайка хомуты хомуты кстати бывают разных типов вот эти хомуты очень удобно и многим нравится простянешь загибаешь мастера любит такие хомуты ну что белмак белмак визуально самого классного качества то есть у него закалка не проступает на внешку то есть если вы закалить весь металл то сам весь шуру станет хрупким а задача его закалить только вот в этих местах где ходят сами шарики мне кажется что здесь ребятам это сделать удалось и видно что классно все сделано видно что вот это кольцо она чуть толще чем у всех предыдущих и сам выглядит он весьма неплохо шлицы классные резьба нормальная будем пробовать вообще нет люфта практически шлицевой люфт шлицевой люфт тоже минимальный в принципе как finox из того что мы только что проверили вот для этого был идеальный finox тут белмак ходит ходит прям ходит идеально но это о чем я говорил белмак фирма не нуждающийся какой-то рекламе и сейчас они тоже это подтвердили классное качество отношу к тем что рекомендую ему стоит дороже они стоят дороже чем дешевенькие то есть это золотая такая середина у нас в розницу мы продаем 980 рублей 950 со скидкой в принципе рекомендуем нормально можно ставить следующая фирма финвейл финвал его также называют эта фирма была очень очень популярна когда-то раньше пик ее популярности приходится на 2010 2011 год и тогда считалось что это чуть ли не лучшие запчасти но конкуренция есть конкуренция и я считаю что они эту конкуренцию проиграли то есть их вытеснили даже низшие фирмы которые ниже ее классом стояли сегодня это мало известная кому фирма но такие старожилы ребята знают эту фирму и знаю что качество этой фирмы хорошая и стоит она дорого что мы здесь имеем и прям сразу беда к сожалению я вот не обратил внимание сразу но пыльник прям вот прям вот пластмасс такой хотя у нас здесь жарко в помещении то есть мы специально нагрели его сейчас зима и я знаю что на улице это просто будет кирпич и и можно прям вот в перестрелке кидать и это это не пыльник его нужно сразу менять смазка стать смазки прям полный баллон значительно больше чем где до этого было здесь инструкция цель фирмы немецкая считается и написано что под контролем качества германии и так далее но лучше пусть делают в россии под контролем качества германии чем делают это в россии без контроля качества какого-либо а можете в китае делать я вообще устал по этой почве узнавать где кто что делает по сути не так тоже не было герметичного гаечка моего любимого цвета что мы видим здесь закалка закалка так но здесь проступает что там здесь прямо шум линия побежалости называется эта штука то есть когда закаляют металл и вот этот линия на бежит цвет побежал ста точнее цвет побежал ста сейчас проведем пару тестиков и посмотрим ну и к сожалению даже сразу без теста я вижу то есть он руками шарики стоят на месте руками я его прям легче сильно и мне это не нравится безусловно как у нас был разговор с менеджером одной из фирмы не буду называть ее там граждан и судами за то что я не разбираюсь там назвал критерии по рулевым наконечником неправильные опять же говорю что мне просто не нравится когда так это происходит опять же то есть что это значит вот то есть рус стоит на шлицах и он уже вот так болтается что это значит это значит у нее свободный ход значит когда я буду трогаться я буду слышать вот этот звук сейчас этот звук слабенький но мне этот звук будет при трогании каждый раз даже не при трогании когда я буду ехать объема нейтрали и давать газ я буду слышать его стуки и мне кажется что этот стук будет разбивать мне этот шрус а еще хуже он будет разбивать мне коробку и мне это не нравится поэтому сразу скажу что я прям немножко разочаровался я так любил эту фирму и относился к ней с большим уважением возможно это брак но брак это тоже ведь плохо поэтому к сожалению относим это к тем шрусом которые я не рекомендую еще и за эту цену ходит классно да и не будет она хрустеть естественно выйдет из строя намного быстрее так сейчас мы переходим к следующему следующий шрус фирма гкм но так называем гкн я не знаю правильно называется вот такая у нее можно увидеть его такой логотип коробка потрепанная жизнью и я хочу сказать что это самый дорогой шрус который есть и есть такая еще фирма skf это тоже считается то есть если вы откроете лучший шрус лучшие подшипники вы прочитаете фирме для ваза это skf и гкм вот эти шрусы но коробка чудовая мечта удивил немного видно что мой малый оборот то есть эта коробка пролежала на складе какое-то долгое время ее перекладывали и поэтому она попадает нам в таком состоянии мне это не нравится не нравится как продавцу потому что я продаю товар и когда товар не имеет товарный вид это плохо но не так это важно будем смотреть то что внутри хочу сказать что эта фирма на которую в заводы просто молятся по идее внутри должен лежать и лучший шрус который есть ну что внутри мы видим мы видим внутри что шрус пришел без упаковки герметичной и это плохо то есть на складах он 200 лет лежал снаружи шрус выглядит прям классно вот прям хорошо вот то что надо едва проведяющиеся точки закалки это вот прямо на мой взгляд идеально как должно быть классная резьба идеальные шлицы шарики и сделано немножко по-другому то есть если у всех шрусов внутри вот такая штучка и как бы корона то здесь видно что по-другому мощняцкая такая стоит внутренняя боль мы сепаратор вот этот дом прям мощный такой и внушительный и увесистый кстати на вес можно было бы проверить выглядит классно мощно сейчас посмотрим как он прям какое-то наслаждение прям испытал когда только что его делал так только зашел вообще просто ребят реально вот прям минимальный шлицевой люфт вот прям минимум минимум я вот и со всех сил стараюсь раскачивать сидит классно и очень тушь прям туго туго ходит ну понятно не смазано не конечно не очень нравится когда прям так туго идет но я думаю что это хорошо и вы знаете что хочу сказать что может конечно фактор что он самый дорогой на меня так влияет и все такое что на самом деле эта фирма с большим опытом но выглядит он реально классно выглядит классно хорошо что мы имеем внутри хороший пыльник также это тот случай когда вы прям на пыльнике написано фирма-производитель нигде до этого я только что не прочитал на белмаге на хофере там на пеленга нет надписи что сделано это этой фирмы здесь пыльник сделан именно этой фирмы он классный он эластичный здесь есть все защиты и знаки сделан хорошо смазка также присутствует внутри не в тюбике а в такой в паке именно кстати в таких пачках приходит мс1000 кто пользуется этой смазкой это к самая лучшая смазка для шоссов гайка моего любимого цвета хомуты которые я не очень сильно люблю но в принципе пойдет можно использовать ну классно рекомендую единственно что только дорого он стоит примерно но если мы за ориентир берем среднюю цену это белмаг в конце кстати мы разложим их по цене и расскажем что почем примерно продается это самый дорогой но на мой взгляд наверное самый лучший шоссе следующий шоссе у нас фирма б.м. и также китайская фирма интересно что прочитала и здесь написано у них изготовитель это же пеленга и я еще раз возвращаюсь пеленги у них похожая наклейка похожий стиль и в принципе производитель тот же производитель тот же все вот эти данные те же китай и так далее вот прям адреса совпадают это немного странно сейчас посмотрим зачем так делать это дешевая фирма дешевые шоссе пыльник никакой пахнет прям китайской пластмассовой резины сразу такой нет смазки много фунты и мои любимые которые с такими вот такими тяночками тянешь сгибаешь удобно и сам шрус шрус непонятно здесь легко как будто его уже кто-то пытался куда-то поставить что это смазка транспортировочно внутри выглядит неплохо неплохо большая толстая бойма но видно что это прям копия вот можно сказать оригинальном шруса и там белмавия либо лады вот они точно так же выглядят и весьма похоже никаких претензий особого на первый взгляд не встречается почему один и тот же производитель то есть если вот я в руках держу пленгу то есть она не отличается гайки разного цвета здесь разного цвета кольцо толщины еще другой видно разная фирма но как-то просто по странному это происходит посмотрим так что мы видим ну в общем пыльник я уже сказал плохого качества и только из-за пыльника уже мне это все дело не нравится что залетел ну да и болтается достаточно сильно болтается сильно выходит легко как мне нравится но я думаю что в этом случае наверное чем тут же идет тем лучше но люфт достаточно сильный не могу ничего сказать тем более это все запутало почему зачем-то делать одинаковый производитель одинаковые наклейки практически адрес и наименование артикул детал детали зачем измудряться так и делать разные разные фирмы я вот сам занимаюсь продаю эти шрусы и устанавливаю его только сейчас то увидел наверное отнесем это к тому что я не рекомендую по крайней мере из-за большого люфта из-за плохого пыльника но и на последок гвоздь программы самый ожидаемый гость это шрус оригинальной упаковки фирма лада это прям настолько неоднозначная деталь что вот вызывает самые жаркие споры кто-то говорит я в жизни это не поставлю потому что они сами не производят производства нет и так далее кто-то говорит да нет наоборот я только лада только оригинал зачем что-то выдумывать не знаю я сам не знаю честно говоря до конца но логика проста если они не производят деталь а являются только лишь упаковщиком зачем за это переплачивать если можно обратиться к оригиналу чисто предположительно кажется что оригинал будет дешевле и есть как бы с кого спросить фирма лада это фирма сложной рекламацией практически нереально что-то вернуть только через супер сервисные какие-то центры поставщикам по крайней мере то что я с ладой сталкивался мне вот по возвратам было прям вот тяжело поэтому ничего не хочу плохого сказать про фирму лада лада имидж правильно их называется дочернее предприятие фирмы основной лада качество запчастей отличное но очень часто делают подделку естественно уж делать подделку то делать естественно именно под эту под эту фирму и больше всего самоподделанная фирма это лада то есть на них можно под на подделку напороться прям 50 на 50 возможно именно с этим и связан трудности с рекламацией возможно с этим связаны другие трудности ну давайте посмотрим что здесь внутри это оригинальная запчасти не подделка сто процентов потому что берется поставщиков имеют все защитные этикетки ну и уж то мы знаем как отличить оригинал подделки с этим мы сталкивались не раз что мы имеем внутри внутри мы имеем пыльник пыльник как-то вот сомнительного отлива материал он классно сделан из хорошего материала говорят что для них пыльники делать фирма брт балакова резинтехника вот эта фирма но классно пойдет отличительная черта кстати очень толкты и очень прочные отличительная часть отличительная черта этого шруза в том что у него нет смазки в комплекте она сразу набита сюда поэтому я его оставил на самый последний момент потому что я не могу к сожалению вставить сейчас сюда шруз потому что все прямо спорт из да и смысла в этом не будет смазка сразу забьет все шлицы и не будет так уже слышен именно сам люфт это кстати не будет на других то есть там где был люфт шлицевой этого шлицевого люфта не будет если будет хорошо внутри забита смазка но что здесь мне прям не нравится на мой взгляд он перекален то есть здесь не присутствует ни точки а прям вот по всему периметру этой окружности видна вот эта линия и на мой взгляд мне кажется что он перекален и мне даже сейчас не нужно вставлять шрус привод чтобы услышать что здесь есть люфт опять же я вот этот люфт если вы обратили внимание проверял на каждой до этого детали на каждом шрусе я первым делом качаю именно вот эту подшипник внутреннюю часть сепаратор подшипника я пытаюсь его раскачать и нигде у меня где хорошо он ходит не получает это сделать к сожалению здесь вот я слышу этот люфт я думаю вам тоже будет слышно сейчас под заклинил но это плохо это плохо это значит что когда я в один сюда привод не хочу просто портить его эту смазку потому что к сожалению наши все эти обзоры никто не спонсирует как там знаменитых каких-то youtube блогеров или же каких-то про спонсированных роликов эти шрусы мы все продадим и этот шрус мы также продадим тем кто прям любит и обожает фирму лада и считать нужно стать только оригинал но я к сожалению вижу что я бы его себе не поставила первым закалка во вторых люфт этого уже в принципе достаточно ну а в третьих это проблема с рекламацией а так визуально он конечно в хорошем качестве и хорошо выглядит но к сожалению не для меня так что кстати сейчас думал граната да ведь похоже и напоследок у нас вот этот бедолага по жизни бродяга вот этот неизвестный шрус это шрус фирмы паркс что за фирма паркс я знаю эту фирму по рулевым рейкам они продают восстановленные рулевые рейки и у меня первое что я когда увидел вот этот шрус подумал что неужели они восстанавливают шрусы и он бушный что ли был и стал новым не знаю не могу я ответить на этот вопрос но возможно это объясняет тот момент что шрусы этой фирмы фирмы паркс приходит без каких-либо бумажечек без каких-либо коробок пакетов они сразу забиты внутри смазкой но у него нет пыльника он такой потрёпан жизнью то есть пример вот если обратить внимание на резьбу то есть целый виток непонятно что с ним как будто его туда забывали когда-то вот этот самый дешевый паркс в розничной продаже стоит около 600 рублей то есть 600 может 50 что 50 где-то в этих пределах это значительно дешевле это на 400 рублей дороже дешевле чем белмак и на 250 дешевле чем хофер но опять же у него нет пыльника нужно купить пыльник в пыльник там сам дешевый будут стоить 100 рублей нужно гайка либо перекручивать старую гайку своей ступицы нет стопора и в принципе по факту то на то и выйдет как не удивительно не пользуется самый большой популярность наш народу не привык думать вот он привык вот он дешевый старый пыльник сняли поставили гайку перекрутили стопор сняли чикбрик какой быть перекуп или мастер в гараже вот прямо это его вариант так что посмотрим ну и кстати по закалке вот вы видите вот мне вот так вот прям нравится то есть не перекален весь а вот только здесь так как нужно все проверил а этот нет ну прям знаете вот прям не могу ну ладно было не бывает такой шоу все равно купят даже без маски поэтому последний мы оба вот о чем я говорю то есть когда есть маска практически нет шлицевого вообще ничего не слышно но я его и не чувствую но есть вот такое качение и я не могу его хорошо это или плохо пять минут назад и говорю что это хорошо и мне кажется я его сломал вообще он прям он не ходит он ходит только вот так то есть машина будет ехать не знаю ребят не могу прям он не идет все нет сил может быть потому что смазки очень много я не могу его провернуть ну как-то странно все это пусть так и будет посередине между небом и землей рекомендуем и не рекомендую итак мы разложили наш русы в порядке возрастания по цене то есть самый дешевый стоит 650 рублей сам дорогой стоит 1300 но 1300 это так это вообще эти цены это с минимальной накрутка как мы продаем у себя на и 100 вообще магазинах примерно цена плюс 200 рублей в целом и такое 1300 1350 по настроению мы его продаем скажем самый дорогой лада самый дешевый вот этот паркс что из этого мы видим то есть 850 рублей 850 890 950 980 980 1200 1350 1300 гкм из всего этого что целесообразно брать дешевого то есть вот скажем вот этому сторону вот так и вот так мы разделим на три группы дешмайн дорогое и середина вот эта середина белмак и бзак она себя правда как середина я вам про тоже подробно рассказал можно брать но из этого я наверно больше выбрал бзак из всего дешевого я бы ни в коем случае не взял вот это старался выбрать не брать вот это взял бы хофер хофер мне нравится простая рекламация хорошее качество за минимальную цену можно сказать кроме паркса вот если его вот не считать безымянно то это прям сам дешевый который есть и он классный если они конечно не платили за рекламу был вообще круто я бы наверно зарабатывал тогда побольше их каждый раз советовал получал за это деньги ну а из дорогого сегмента меня разочаровал только оригинальные шрус лада не знаю может это какая-то подделка может это сомнительное качество но мне прям не понравился и вы на видео это увидели также я бы не взял фенвейл он достаточно сильно стучал прямо у него был большой люфт тоже разочаровал меня хотя прям очень сильно любил этот бренд и остается золотая середина и наверное лучшие шрусы в своем сегменте даже не в своем сегменте а вообще для переднеприводного ваза на мой взгляд лучшие шрусы это фирмы finox и фирма дкм вот как они есть так есть они оказались самыми лучшими на этом все если у вас есть какие-то предложения какие-то пожелания какие-то свои ремарки что-то мы сделали неправильно или сказали неправильно говорите пишите в комментариях если есть какие-то идеи что нужно еще сделать оплору сделаем пишите